Быть композитором в Украине и других постсоветских странах — это хобби. Когда у человека очень много возможностей с самого начала, то он этого не ценит. Наверное, это такой какой-то психологический феномен, что ли. Вот депрессия, как она есть. Серость, депрессия и грусть, и, собственно, там ничего не происходит. Первый вот этот период был очень сложным. Ехать в страну, не зная языка, — это большая ошибка. Борясь или говоря, что мы боремся за равные возможности, мы тем самым вот-вот уже на пороге слома этой парадигмы только в другую сторону. Для меня искусство, оно не имеет ни пола, ни национальности, и для меня абсолютно не важно, кто это написал. Но, тем не менее, я надеюсь, что мы найдем какую-то золотую середину и не будем дискриминировать мужчин. Аня, я представлю тебя нашим зрителям. У нас сегодня в гостях Анна Корсун, композитор, исполнитель современной музыки, дирижер, педагог по композиции Амстердамской консерватории. Аня, спасибо большое, что ты согласилась встретиться. Аня, ты сейчас в каком городе, в какой стране находишься? Привет, привет, Маша, привет всем. Я сейчас нахожусь в Италии, на острове Сицилии, в селе, которое называется Бирджи. Ехала по каким-то своим рабочим делам или ты отдыхаешь сейчас? Я всегда совмещаю эти обе вещи, потому что у меня есть возможность работать дома. То есть ты отдыхаешь работая и работаешь отдыхая? Просто быть композитором – это стиль жизни, поэтому примерно так. Ты родилась и выросла в Украине, но уже более 13 лет живешь в Германии. С точки зрения географической принадлежности тебя правильно называть украинским композитором, который живет в Германии, украинско-немецким композитором или немецким композитором украинского происхождения? Да, хороший вопрос, об этом меня всегда спрашивают. Ну, так как программки обычно печатаются на английском или немецком языках, как правило, с моими исполнениями, мы пишем обычно в скобочках «Ukraine, Germany» или «Germany, Ukraine», то есть через дефис. И я считаю, что это будет честно упоминать две страны, потому что Германия стала для меня вторым домом, очень сильно меня поддерживала всевозможными грантами и стипендиями, поэтому можно уже считать, хотя гражданство у меня все еще украинское, но я считаю Германию своей второй родиной уже, поэтому можно говорить и так, и так. Украина немецкий композитор, может быть, примерно так. Хотя для меня какая-то географическая принадлежность или национальная принадлежность не так уж важна, потому что искусство, в принципе, принадлежит миру. Я работаю для всего мира, поэтому для меня это, скажем так, не очень важно. Но если нужно указывать, то, естественно, происхождение украинское. Большая часть жизни все еще была проведена в Украине, поэтому Украина и Германия примерно так указываются всегда в программках. Давай с тобой пройдемся немного по основным вехам твоей биографии. Честно говоря, это был большой челлендж найти информацию о тебе, потому что я для себя с большим удивлением узнала, что ты, оказывается, двойная тезка одной из украинских певиц. Анна Корсун выступает под псевдонимом Маруф. Я обязательно в описании под нашим видео дам ссылочку на твой сайт. Надеюсь, что многие заинтересуются твоим творчеством после нашего интервью. И там, на твоем сайте, можно найти записи твоих произведений, партитуры, информацию о себе. Можешь, пожалуйста, кратко рассказать о себе до момента того, как ты переехала в Германию? Да, да. Я родилась в Дебальцево. Это город, где жили моя бабушка с дедушкой. До вторжения российских войск с 2014-го им пришлось переехать в Киев вначале. Прожила я в Торецке до 18 лет, потому что там мы базировались с нашей семьей, мама и папа. Мама работала в музыкальном училище, она кардионистка. Закончила Донецкую консерваторию, кстати, как и ты. О, она училась? Она училась у Протопопова. Отец тоже кардионист, который окончил училище тоже, в котором я училась. И, собственно, родители вначале вручили мне кардиол, когда я была маленькая. Хотели, чтобы я тоже пошла по им стопам. Но как-то мне не пошло это дело, и я стала вымаливать какой-то компромисс у мамы. И так как у нас стоял тоже инструмент фортепиано у дедушки с бабушкой, я любила там тыкаться пальцами, я всё-таки выпросила фортепиано, и мама согласилась. И так я начала учиться играть на пианино с 7 лет. И потом вот так было музыкальное училище, тоже Дзержинское, сейчас Торецкое. Ну и, собственно, когда настало время уже выбирать, куда же поступать, я поняла, что поступать на фортепиано – это значит, что всю жизнь я проведу, собственно, с одним тембром, с одним инструментом. Чтобы быть хорошим музыкантом, нужно, в принципе, так как спорт, то есть всё время, каждый день, 5-6-7 часов проводить время с одним инструментом. И как-то мне эта перспектива немножко печальной показалась. И в то же время я начала сочинять, хотя вначале-то были какие-то даже поп-песни, было что-то и другое. Начала сочинять, когда ты училась в училище, как пианистка, или раньше? Ну, в самом начале у меня были детские пробы, вот как только я начала учиться на инструменте, то в возрасте 7-8 лет я тоже пыталась что-то там сочинять, ну, наверное, подражать тому, что я играла. Потом у меня возникли сложности с записью того, что я сочиняю, а у родителей как-то не было времени мне помочь. И я это дело запросила на долгие годы. И потом уже, когда я начала учиться в училище, тогда начала что-то пробовать ещё. И первая такая, ну, серьёзная, скажем, работа для тех пор, это была фортепианная пьеса, довольно крупная, которую я сочинила специально для конкурса фортепианного, в котором собиралась участвовать. И это была моя третья пьеса. Такая довольно виртуозная. Там, конечно, была намешана куча всяких стилей. Рахманинова, Скорябина, не знаю с кем ещё. Но это была такая серьёзная, первая серьёзная работа, которую можно было действительно назвать какой-то пьесой. И она имела, скажем так, большой успех у публики, потому что она была очень виртуозная, очень концертная. Меня все поддерживали, что вот, как здорово, ты должна продолжать. Моя преподаватель по фортепиано меня очень поддержала, мама меня поддержала. И я поехала поступать в Киев, то есть решила поступать на композицию. С первого раза не поступила, сразу скажу, поэтому первый год я проучилась как теоретик, как музыковед. На следующий год я попробовала ещё раз и поступила. И уже последующие годы я провела композитор в Киевской консерватории. Но после этого я поняла, что надо двигаться дальше, что уже тесно в рамках одной страны. И я стала выбирать, куда поехать дальше. Начала изучать, в каких странах какие существуют ситуации с современной музыкой. Мне показалось, что Германия одна из лучших стран для этих целей, потому что Германия поддерживает искусство, поддерживает, в частности, современную музыку. И поэтому для композиторов там существуют возможности. Ну и кроме того, выезжая в Европу, тогда ещё, напомню, нужны были визы, не так, как сейчас. Выезжая в Европу, можно было уже чувствовать себя свободнее, можно было ехать без границ по многим странам, посещать концерты, иметь собственные уже концерты. Поэтому я остановилась на Германии, начала общить язык, и вот так решила там остаться, сделать эту страну своей базой. Когда ты уезжала, это был 10-й год, да, 2010-й год. Помимо того, что нужны были визы, не было ещё без виза, но ещё масса сопутствующих дел. А ты можешь более подробно описать вообще процесс? Вот как ты поступила в магистратуру? Ты училась в Мюнхене, да, в Мюнхенской школе, высшей школе музыки и театра. Какие документы нужны были? Что ты для этого делала? Языка у тебя не было, поехала без немецкого. Кто оплачивал твоё обучение? Ты получила грант. Вот более подробно этот момент, пожалуйста, описать. Да, ну это был на самом деле, конечно, очень сложный переезд, потому что никаких грантов у меня не было, никаких степеней не было. То есть всё это оплачивали мы частным образом. То есть моими главными спонсорами стали дедушка и бабушка, которые благодаря своему образу жизни, они привыкли на всём экономить. У дедушки была неплохая пенсия, как работник севера, они с бабушкой проработали на крайнем севере какие-то годы. И вот они за многие годы отложили приличную сумму, чтобы уехать в Германию. Там нужно было, по-моему, если я не ошибаюсь, 7 или 8 тысяч евро на блокированном счету. То есть это было условие для того, чтобы открыть учебную визу. То есть эти деньги нельзя было снять в течение одного года. И вот они стали моими главными спонсорами. Я планировала приехать в Германию, найти какую-то работу, чтобы не тратить эти деньги. У меня не получилось, потому что сразу это было очень сложно. В итоге я их все потратила. Но потом, через какое-то время, когда уже прошло какое-то становление, я нашла какие-то работы. Я их смогла вернуть. Но первый вот этот период был очень сложный, потому что ехать в страну, не зная языка, это большая ошибка. Поэтому не делайте так, кто хочет поступать в Германию, по крайней мере, лучше выучить заранее. Все-таки без языка очень сложно найти работу и, собственно, вообще чувствовать себя комфортно, чтобы коммуницировать с людьми. И мой выбор по поводу школ был обусловлен очень простым таким фактом, где не требовался немецкий язык. То есть я просто посмотрела в школах, в высших школах Германии, очень разные условия, они не едины. И каждая школа, она может выставить свои условия. Поэтому я выбрала три школы, в которых не требовался немецкий, а также там, где не было очень много предметов, потому что я была заинтересована только в специальности, только в композиции. Мне не хотелось себя перегружать другими предметами. И это были три школы, которые я отобрала. Это был Мюнхен, Штутгарт и Берлин. Первый был Штутгарт, и я туда не поступила. Второй был Мюнхен, и я туда поступила. И после этого поступления я решила уже не пробовать Берлин, потому что Мюнхен меня устраивал. Мне понравилось такое дружелюбное отношение у преподавателей. По поводу документов, в принципе, кроме основного формуляра, как заявления и вступительного взноса, что-то там 50 евро, наверное, на тот момент было, нужно было показать свои работы, дипломы с переводом, ну, собственно, всё. 50 евро – это вступительный взнос, а само обучение, оно бесплатное, да, было? Нет, обучение было платное, оно тоже не одинаковое. То есть в разных школах оно разное. И, кстати говоря, после того, как я закончила эту школу, обучение сделали бесплатным. То есть они провели такую реформу. И обучение сейчас в основном бесплатное в Германии, если это касается государственных вузов. Единственное, что у них есть какой-то взнос на библиотеку, на студенческий билет, но он такой чисто символический, само обучение бесплатное. Уехала ты в Германию в 2010 году и до 2012 года жила в Мюнхене, а потом только перебралась в Берлин. Нет, там всё было сложнее намного. Потом после Мюнхена был Банберг один год. Это город в Баварии, такой небольшой, очень красивый. Потом был Париж полгода. Это пошли резиденции, так называемые artist and residences. У меня просто... Пошли они как раз после обучения одна за другой, что очень сильно, конечно же, помогло. После Парижа был Штутгарт. Тоже опять-таки резиденция. После Штутгарта я провела несколько месяцев в Черногории. Потом я вернулась в Германию, и это был Лейпциг. На два года после Лейпцига был Рим на один год. И после Рима, наверное, это был Берлин. Да, если я ничего не перепутала, то примерно так. Сколько ты сейчас уже в Берлине живешь на постоянном месте жительства? В мае три года, наверное, так. Я в твоем интервью, которое ты давала в 2021 году, интервью было размещено на сайте The Clucks. Ты говоришь, что дважды в своей жизни испытала культурный шок. Первый раз, когда приехала в Киев из Дзержинска, а второй раз, когда из Киева приехала в Мюнхен, и ходила ты на все лекции, на все концерты, невзирая нравится-не нравится. Скажи мне, что это? Это был тогда культурный голод? Или это врожденная любознательность? Или на то были свои рациональные причины? Но я имею в виду, это один из способов саморазвития и пополнения своего слушательского багажа, который потом пригодится в своем творчестве. Ты вообще сейчас продолжаешь вести такую же активную культурную жизнь? Очень хороший вопрос. Мне кажется, что, к сожалению, когда у человека очень много возможностей с самого начала, то он этого не ценит. Ну, по крайней мере, на примерах знакомых и на себе тоже я это вижу. Наверное, это такой какой-то психологический феномен, что ли, что человек этого не ценит. А когда у человека нет этих возможностей, а потом они появляются, то есть такой период такого бума, когда на тебя наваливается куча информации, и ты хочешь ее поглощать. Насчет врожденной любознательности я не знаю. Это надо, наверное, у биологов спрашивать. Существует ли она врожденная или, в принципе, она, может быть, есть у нашего вида. Я думаю, что она есть у нашего вида человеческого. Там уже зависит все от того, в какой атмосфере он рос, наверное, да? Ну, по-всякому бывает. Но ты сама из небольшого города. Горловка немножко побольше, да, чем Торецк. Но Торецк... Ну, я не знаю, что о нем можно сказать. Ну, конечно, то, что у нас было музыкальное училище, это большой плюс. Помимо музыкального училища не было ничего. То есть это... Ну, вот депрессия, как она есть. Серость, депрессия и грусть. И, собственно, там ничего не происходит. Когда мы выезжали иногда в Донецк посетить оперу, например, это были вообще такие фантастические поездки. Просто настолько нам, всем студентам, это нравилось. И я мечтала, когда, наконец, можно будет выехать. То есть вначале я планировала, что это будет в Донецк. А потом мы с мамой как-то поехали в Киев. Мне там настолько понравилось. То есть это мы там проводили отпуск. Я помню, что меня поразило, например, то, что там чисто. Что на улицах чисто. То есть по сравнению с нашим Торецком, это была просто какая-то чистота. Люди какие-то вежливые, культурные. Ну, вот какой-то общий уровень. Как мне тогда показалось, это было что-то совсем запредельное. Как будто бы я попала в другую страну. И с тех пор я мечтала переехать в Киев. Поэтому, когда настал момент выбирать, куда поступать, я всё-таки решила рискнуть. Понимала, что будет сложнее намного поступить в Киев. Но с поддержкой мамы я всё-таки решила, что я попробую. И, ну, можешь себе представить. То есть человек прожил до 18 лет в Торецке. И ничего не происходит. И он переезжает в Киев. Киев, где вдруг попадает совсем другую среду. Во-первых, в консерватории было очень много интересных и предметов, и преподавателей, и сокурсников. Было много событий. Очень много. Куча всяких фестивалей. И тех, и других. Понятно, что качество там было разное. Но была информация. То есть было из чего выбирать. Ну, я помню, что не только у меня был вот такой фонтан любознательности. Мои сокурсники точно так же. Они многие приехали из маленьких городков. И они тоже с удовольствием посещали все концерты. То есть это даже не обсуждалось абсолютно. Мы все ходили. Если у кого-то появлялась какая-то новая музыка, какие-то записи. Эти все записи ходили по рукам. Мы их переписывали, потом обсуждали. То есть это, конечно, было что-то неимоверное. Да, этот период еще совпал с тем, что возник доступ к интернету. Но у всех он так возник немножко раньше или позже. У меня компьютер, в принципе, впервые появился вот тогда же, когда я переехала в Киев. В 18 лет. Тогда же я подключилась к интернету. То есть это был 2005 год. Ты училась в Мюнхене у Морица Эггерта. И ты в интервью говоришь, что ты ему благодарна по многим причинам. И за то, что он ввел тебя в европейскую композиторскую среду. И еще, что ты в его лице нашла такого идеального ментора, о котором мечтала. А ты можешь, пожалуйста, пояснить, каким в твоем понимании должен идеальный наставник будущего композитора. Тем более ты сама уже начала преподавательскую деятельность. Вот что нужно, чтобы не навредить, но в то же время помочь начинающему композитору. Какой должен быть этот идеальный педагог по композиции? Я не то чтобы мечтала, потому что я даже понятия не имела, а что такое иметь урок по композиции. Потому что со своим педагогом я, в принципе, не общалась совсем. Ну, вернее, он со мной не общался. В Киеве я имею в виду. А давай скажем, что твой педагог был Мирослав Михайлович Скорик. Да, Мирослав Михайлович Скорик уже, наверное, был очень присыщен композиторской деятельностью в плане преподавания. Наверное. Я не знаю, я с ним этого не обсуждала. Может быть, все было иначе, когда он тоже только начинал. Но когда я уже попала к нему, у него не было желания, не было времени, я не знаю, чего еще. Но вначале, на самом первом этапе мы еще как-то встречались. Ну, особо он ничего не говорил. То есть, ну, что-то типа продолжайте дальше и все на этом. А как часто вы со Скориком встречались? Раз где-то в полгода на экзаменах по композиции? Ну, вот в первый год моего обучения мы встречались чуть-чуть чаще, может быть, раз в месяц. Потом, по мере того, как моя музыка усложнялась и по мере того, как я ведь должна была еще звонить ему регулярно и спрашивать, когда у него найдется время для урока, в какой-то момент я перестала это делать, потому что я поняла, что в этом нет смысла. И когда я перестала это делать, а музыка усложнялась, наверное, ему это не очень понравилось, поэтому отношения со всем испортились, мы перестали видеться со всем. А на экзаменах, я помню, такой был очень яркий момент, когда он вышел после обсуждения, вручил мне зачетку со словами «Мы поставили вам пятерку, но вы этого не заслуживаете». Вот это вот то, что у меня осталось. Очень яркое впечатление. А это какой был курс? Это какой был курс? Это уже выпускной экзамен? Это был, ну, наверное, четвертый курс. А после выпускного экзамена он не сказал вообще ничего, ровным счетом ничего, просто полный ноль. Вот это вкратце о том, как проходило мое обучение композиции в Киеве. Но на самом деле это совершенно не самый худший вариант. По крайней мере, на меня никто не давил, меня никто ничего не заставлял делать, потому что бывали и другие примеры. Для меня это было бы гораздо хуже, когда, если бы человек на меня очень сильно давил, заставлял писать в каком-то определенном направлении, это, ну, я считаю, что это хуже. Лучше совсем ничего. И поэтому я, собственно, и не знала, какое должно быть обучение композиции, какой должен быть педагог по композиции. Но где-то интуитивно я представляла себе, что, по крайней мере, это должен быть человек за тебя. То есть ты должен понимать, что ты придешь к человеку, он тебя поддержит. И так и получилось с Моллицем Эккертом, то есть это человек, от которого ощущалась мощная поддержка, в первую очередь. То есть чем бы ты ни приходил, даже если ты понимаешь, что нечего показать, это абсолютно не страшно. То есть мы могли пойти в кафетерий о чем-то поговорить, поговорить об искусстве, о музыке, еще о чем-то. Или просто пообсуждать какие-то идеи, или даже эти проблемы, почему не идет. То есть такая беседа могла тоже очень сильно помочь. Второе — это равноправие. Человек не смотрит на тебя свысока. Он воспринимает тебя как своего коллегу, у которого на данный момент меньше опыта. В связи с тем, что он моложе, в связи с тем, что просто он его еще не успел набрать. Но это твой коллега. Поэтому это взаимное уважение, это тоже очень важно. Потому что ты начинаешь верить в себя. Ты начинаешь себя оценивать, ощущать как композитора. Тут, собственно, есть феномен в нашей профессии, потому что учиться композиции — это вообще очень странно. Потому что тебе уже надо быть композитором с самого начала, а дальше уже просто набирать знания в плане истории музыки, стилей и формы. И общаться с людьми. То есть ты просто вбираешь в себя очень много информации, делишься тем, что вобрал с другими людьми. И в связи с этим ты формируешь себя как композитора. Но тут просто феномен состоит в том, что ты можешь пройти курс композиции, но не стать при этом композитором. Если с другими профессиями ты обладеешь навыками, как ни крути. А здесь получается, что ты можешь пройти весь этот курс. Ты можешь знать, как сочинить фугу, как она делается, например. Но это же не композиция, это уже нечто другое. Это умение создать подобное, допустим, подобное что-то старым мастерам. А стать художником, стать композитором, ну это как-то нужно с самого начала уметь, даже не уметь, а чувствовать эту потребность, наверное. Можно получить мастерство, но вот явление, которое называется художественной индивидуальностью, его получить невозможно. Мне кажется, даже не мастерство, а знание. Можно получить знание. То есть, допустим, ты можешь пройти курс консерватории, получить знание, быть очень интеллектуально развитым человеком, но при этом у тебя не будет получаться ничего писать, потому что просто, ну, это не твое, допустим, да? Потому что, видимо, мозг работает как-то по-другому и не вызывает в себе вот эти звуковые образы. То есть, у нас же у всех есть какие-то свои умения, поэтому здесь в этом кроется специфика. И с этим же связан ответ на твой вопрос, как, собственно, преподавать композицию. То есть, мне кажется, что здесь самое главное – это дать человеку понять, что его поддерживают, что его уважают. И дальше единственное, что ты можешь делать – это выражать свое мнение, делиться своим мнением, но ни в коем случае его не навязывать. Ань, а вот преподаватели композиции европейских университетов, вот ты, например, в Амстердаме преподаешь, не предполагают твоя должность посещения консерватории, и чтобы у тебя были уроки с твоими учениками, например, каждую неделю? То есть, ты и так, наездами. Ситуация. Я гостевой преподаватель. То есть, меня приглашают иногда посетить консерваторию, дать какие-то уроки, провести лекции. Поэтому в моем случае это совсем по-другому. Когда человек работает в школе все время, на постоянной должности, то это, как правило, занятие каждую неделю. Гостевой композитор, гостевой педагог – это типа как мастер-класс. Ты приезжаешь туда и даешь мастер-класс в формат такой. Я хочу продолжить по поводу образования. Я вот слушала и твои сочинения, и сочинения других молодых композиторов. И у меня немножко возник такой дисбаланс между тем, что учат композиторов в консерваториях, ну, по крайней мере, в наших консерваториях. И что сочиняют композиторы? Скажи, пожалуйста, насколько вообще существующая система образования сегодня отвечает реалиям и запросам художественной практики. Вот в какой мере дисциплины, которые изучаются в консерваториях – полифония, гармония, сольфеджио – могут подготовить начинающего композитора к профессиональной деятельности? Может быть, вообще современных композиторов учить чему-то другому? Я думаю, что всё это необходимо, потому что это даёт тебе такой базис, такой бэкграунд. Это всё касается истории, вот всё, что ты перечислила, да. Мы учимся, мы смотрим, как это было раньше, и я думаю, что это очень важно. Так если совсем упростить для общего развития, да, но на самом деле это наш бэкграунд, который так или иначе всё равно может аукнуться в нашей деятельности, в будущей. То есть тут, конечно, хороший вопрос, я тоже задавала себе такой вопрос, а вот если взять человека, который не проходил всё это, да, как он будет сочинять? Понятно, что у него бы, наверное, мышление было бы совсем другое, и потому что наш бэкграунд, он с одной стороны даёт нам очень много плюсов, с другой стороны даёт и минусы, в том плане, что он накладывает определённые клише. Ну, например, находясь в рамках нашей европейской, скажем так, культуры, да, или западноевропейского мира музыкального, у нас с детства настроены ушки на темперированный лад, да. Я, например, в своё время очень сильно удивлялась, что, оказывается, между полотонами есть ещё звуки. Ну, это вот один из примеров, а ведь таких примеров очень много. Эти клише о том, какой должна быть музыка, она формируется и во время обучения, да, тоже. Ну, вот, допустим, если взять пример из моей практики, иногда бывает так, что мне с немузыкантами легче работать, чем с музыкантами профессиональными, которые не специализируются на современной музыке, потому что у них уши настроены на классику, скажем так. И они-то точно знают, что такое музыка, они точно знают, какой музыка должна быть. И поэтому, если они не очень открытые люди от природы, то здесь возникает очень много проблем. Ну, и кроме всего, если мы возьмём, ну, допустим, классического скрипача, которого очень много лет учили пережимать смычок, например, тут ты ему подходишь и говоришь, мне нужен overpressure, то есть пережатие смычка. У него навыков таких нет, у него нет таких рефлексов, ему надо заново учиться. И поэтому, если человек никогда не имел опыта в исполнении современной музыки, тут могут быть проблемы. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я думаю, что эти предметы нужны, потому что они безумно интересны. Ну, то есть мне, например, тоже было интересно их изучать. Но этого мало. Я думаю, что нужно, если мы обращаемся сейчас к консерваториям в Украине, здесь 100% нужно реформировать систему. Абсолютно реформировать, потому что... В каком направлении? Можно укоротить часы каких-то предметов, которым уделяется очень много внимания. Ну, приведу пример. Например, в нашей консерватории. К тому же Вагнеру посвящался чуть ли не несколько месяцев. То есть мы изучили досконально все его оперы. Мы должны были выучить наизусть все лейтмотивы всех опер. Я, допустим, считаю, что мне нужно нам учить все лейтмотивы наизусть, и сдавать их потом. Зато можно было бы уделить больше времени каким-то другим вещам, как, например, современной музыке той же, которой у нас почти не было. Я имею в виду как дисциплины. То есть вся современная музыка, она была в основном вне консерватории. Она происходила на концертных площадках, дома, слушая записи, общение со своими товарищами. То есть в самой консерватории ее было бы очень мало. И здесь, конечно, нужно реформирование, нужно обновление библиотек тотальное. Если в Германии зайти в какую-то консерваторию, в какую-нибудь деревню типа Троссинген, ну это не деревня, но очень маленький город, я в первый раз, наверное, попала в немецкую библиотеку консерваторскую, это был Троссинген. Это очень маленький городочек. Когда я зашла в эту библиотеку, у меня отвисла челюсть. То есть она была настолько богата, ты мог там бродить по этим полкам. И, собственно, благодаря Троссингену я набрала себе литературу на свою работу, которую я тогда писала в Киеве. Она писалась у меня по сонатам-интерлюдям Джона Кейджа в аспекте разных интерпретаций. Там я тоже делала параллели с индонезийским гамеланом. и делала исследования о том, как гамелан повлиял на звуки соната-интерлюдий. Если мы обращаемся к вопросу по консерваториям европейским, здесь, конечно, ситуация обстоит лучше, опять-таки по-разному. Допустим, в некоторых консерваториях налажена система коммуникации между композиторами-студентами и студентами-инструменталистами, например, в Штутгарде. Студенты-инструменталисты должны брать себе в программу какие-то современные пьесы тех же студентов, например, для того, чтобы зарабатывать себе какие-то баллы. Это просто абсолютно шикарная программа, потому что тебе не нужно бегать и упрашивать людей, чтобы они помогли тебе сыграть на каком-нибудь экзамене, например, такая распространенная практика. А те же студенты-инструменталисты сами в этом заинтересованы, за ними не нужно бегать. То есть я считаю, что прекрасный пример. Должна быть налажена коммуникация. Она не везде налажена. В том же Мюнхене с этим были проблемы. Нужно было искать связи через педагогов. И это только благодаря тому, что Морец как-то способствовал тому, чтобы мы общались с другими классами, допустим, с театральным тоже отделом мы общались. Но это была только его собственная инициатива. Ну и, конечно, очень много происходит событий культурных. Можно ходить на концерты, для студентов всегда есть скидки, либо это бесплатные билеты. Да, на Ушенгене в этом известном фестивале есть очень классная программа для студентов. Ты платишь какие-то копейки и можешь посещать дальше бесплатно целый фестиваль. Я там тоже была в 2009 году. Оставил неизгладимое впечатление в тот раз, когда не было такого опыта прослушивания столько живой музыки современной в таком хорошем исполнении. А это важно. Особенно, когда ты знакомишься с современной музыкой, ты должен это слушать лучше вживую и, конечно же, в хорошем исполнении. Потому что если исполнение будет плохое, то, скорее всего, дружба не получится. А какие вообще задачи перед современным исполнителем ставит современная музыка? Ты говоришь, вот их учат пережимать смычок или не пережимать. Задача не учиться. С одной стороны, современные композиторы требуют от своего будущего исполнителя некой универсальности, потому что во многих твоих сочинениях исполнители и играют, и поют, и играют не на одном инструменте. И инструментарий даже очень разнообразный. И с другой стороны, вот этой вот уже технической виртуозности нет в произведениях. То есть уже упражняться, учиться 18 лет музыкант-пианист в этом скрипачу уже не надо. Тут нет панацеи. Тут всё зависит, конечно, от конкретного случая, от музыки. И я совсем не хочу сказать, что музыканту не нужно учиться. И опять-таки то, что я сказала, что иногда мне легче с непрофессиональными музыкантами или непрофессиональными певцами, например, это опять-таки зависит от конкретных случаев. То есть вот мы берём пьесу, у неё такой материал, и вот этот конкретный материал не ставит перед собой задачи, допустим, быть профессиональным певцом. Поэтому легче взять человека непрофессионала, у которого нет этих рефлексов, от которых сложно потом отказываться. То есть такие случаи бывают. И в моей практике очень часто, потому что я часто работаю с голосом именно не классическим, не в таком понимании голоса Бельканта, голоса оперного. А ведь некоторые классические певцы, например, они даже с трудом от вибрато отказываются, потому что это уже в рефлексах. И очень сложно от этого отказаться. Я помню, как-то работала с одной певицей, она выслала такой список специфических звуков для неё. И там стояло нон-вибрато. И то же самое с инструменталистами. Здесь опять-таки всё зависит от конкретного случая. Все композиторы разные. И многие пишут очень виртуозную музыку, где нужно быть действительно профессиональным музыкантом. По-другому не получится. То есть тут всё зависит от конкретных задач. Но я думаю, что самый лучший способ учиться на курсах современной музыки как исполнителя. Такие курсы есть. Они есть в Нюнхене, они есть в Цюрихе, много где. То есть, допустим, человек, отучившийся классический пианист, скажем. Потом ему интересно поучиться на курсе современной музыки. И там он проходит обучение с преподавателями и набирается опыта конкретно в этой сфере. Игра на струнах, да. Или игра различными предметами по струнам. Использование, например, ибоу, использование различных препараций. И иногда композиторы понимают, например, что им и рояль тоже, собственно, не нужен, потому что они играют конкретно на струнах. У меня есть замечательная коллега, Марина Харькова, которая построила свой инструмент на базе рояля. То есть, струны с различной препарацией. Если не иметь совсем классического образования, я думаю, что в основном ничего не получится, потому что всё-таки тебе нужна база. Это только в каких-то очень редких случаях, конкретных пьесах. Может быть, можно взять музыкантов-аматоров, где не нужна очень техническая игра. Такое тоже, кстати, бывает. В Германии распространены, например, какие-то оркестры или ансамбли аматоров. И хоров, кстати, тоже. Люди, аматоры, собираются в оркестры и даже заказывают какие-то пьесы композиторам. И они так и пишут в своих условиях. Мы играем только одной рукой, потому что мы аматоры. Только правая, левая не умеем. Но, пожалуйста, для правой руки оркестра аккордеонов почему нет? То есть, рецепт такой — пройти курс современной музыки, курс исполнения современной музыки и быть открытым экспериментом. Зависит от того, чего хочешь. Если ты хочешь быть таким широкопрофильным музыкантом, который, скорее всего, сможет играть очень разные вещи, тогда да. Хочешь играть очень много всего и разного, то придётся учиться. Элементы с пространством — это одно из качеств твоего творчества. И я знаю, что тебе очень важно знать, где в будущем будет исполняться твоё сочинение. И в этом отношении проект, который будет этим летом, ты стала одной из семи композиторов, которая получила предложение написать специальную музыку для выбранного тобой же пространства Вильнюса. Можешь, пожалуйста, рассказать об этом проекте? Может, ты уже выбрала какое-то место? Или, если не секрет, рассказать, что ты пишешь и вообще, что это будет? Да, да, это очень интересный проект. У меня впервые такой опыт. И я хочу сказать, что, конечно, Вильнюс решил отпраздновать очень интересно на своё 800-летие. Я очень поразила желание пригласить семерых композиторов вначале в гости в город, посетить город, посетить места, выбрать место, то есть воочию, не как-то там онлайн или заочно, вот так вот лично. Я приехала, и мы за полтора дня объездили очень-очень много всего. Было очень много интересных мест. Было немножко сложно выбрать. Но в конечном итоге я всё-таки выбрала такое очень интересное место, которое называется Колумбариум. Это мемориал, который посвящён жертвам. И он находится немного под землёй. Представляет собой такую полусферу. Можно представить себе это как колодец с такой воронкой наверху и дневным светом, который падает вниз. То есть там такой полумрак. И очень интересная акустика. С места не супербольшого, такое скорее интимное. Но, тем не менее, там возникают очень интересные акустические эффекты. То есть реверберация, она такая многократная. И не так уж часто можно встретить такое место. У меня уже есть некоторые мысли на этот счёт. Хотя пьесу я ещё не начала писать. Состав я могла выбрать сама. Я выбрала пять вилончелей. Почему пять вилончелей? Ну, потому что максимум исполнителей это пять человек. Такие были условия. Мне захотелось поработать с какой-то монотембровостью. То есть я уже с самого начала знала, что это будут пять одинаковых инструментов. Потом нужно было подумать, каких. И после некоторых размышлений я выбрала вилончели, потому что я очень люблю струнные инструменты. Много с ними работала. Считаю, что они имеют очень много возможностей. И вилончель, в частности, имеет очень большой диапазон. Поэтому решила выбрать этот инструмент. Композитора в Европе и жизнь в Украине композитора отличается. Хочешь сказать принципиально, в чём различается существование композитора в Украине или из странах Бывшего Союза и в Европе? Да. Самое принципиальное различие состоит в том, что быть композитором в Украине и других постсоветских странах это хобби. То есть это скорее, что ты не будешь получать за свою работу деньги. А когда ты не получаешь деньги за работу, это хобби. А в других странах всё-таки ты можешь сделать это своей профессией, то есть получать деньги за свою работу. Я не говорю, что это легко. это нелегко, это удаётся не всем. Но тем не менее, бывает и так, что человеку удаётся зарабатывать только композиторским трудом. То есть это всё равно возможно. Эти деньги заработать невозможно, а в Европе можно. Потому что нет институциональной поддержки, то есть грантовой поддержки или какой бы то ни было системы, в которую бы вписывался композитор. Сейчас, кстати, я должна сказать, что это немножечко улучшалось до войны, до военных действий, конечно. Там начались какие-то инициативы, как, например, ансамбль «Уха». Они где-то брали деньги от каких-то приватных спонсоров, какие-то зарубежные гранты, но это, опять-таки, что-то, что не исходит от государства. А приватные средства, их всё равно мало. Они всё равно не развитые. В Украине нет такой традиции спонсорства приватного. Если, допустим, в Америке, в Европе это такие инициативы, они сплошь и рядом, то у нас, конечно, такого нет или почти нет. Ну, а самое главное, что, в частности, в Германии, например, искусство поддерживается на уровне государства. И это очень важно. То есть, существуют государственные гранты, очень развитая, кстати, система грантов. То есть, в каждой земле Германии есть своя, где можно на них подаваться со своими проектами, можно подаваться на так называемые стипендиальные программы. То есть, ты, как композитор, подаёшься со своим проектом, ты описываешь, что ты хочешь сделать, с кем, когда. Тебе на это могут быть, выделить стипендию. Также, очень часто встречаются такие программы, которые включают в себя не только стипендию, но и жильё бесплатное. То есть, ты можешь поехать в какое-то место, жить бесплатно, смотреть на новые места, вдохновляться, получать деньги, и в это время реализовывать какие-то свои идеи. И третий момент, это, конечно, комиссии, то есть, композиторские заказы. С этим тяжелее, потому что, пока ты молод, и пока ты студент, ты не будешь получать эти комиссии, или почти не будешь получать. То есть, CV, твоя биография, она, к сожалению, от неё много что зависит. И не так уж много людей, то есть, ансамбли, скажем, тем более, оркестров, хотят вкладываться в какого-то человека совсем начинающего, который только закончил. Они всё-таки хотят, чтобы CV было уже довольно приличным. А какой процент неуспешных грантов? То есть, у тебя бывало так, что ты подавалась, но грант твой не проходил, ты денег не получала. Или все гранты были одобрены? Нет, конечно, нет, нет. Тут нужно понимать, что грантовая система это всегда конкурс. И это такая, ну, скажем так, вторая работа. То есть, если ты хочешь быть фрилансером, зарабатывать композицией, а заказов у тебя не настолько много, да, и ты хочешь ещё иметь поддержку от грантов, то нужно понимать, что это твоя вторая работа, поиск грантов, составление заявок, делать красивое описание проектов, чтобы оно выглядело профессионально, чтобы это всё было понятно, чтобы вызывало доверие. И потом ты ожидаешь какого-то успеха, ну, процент, процент маленький на самом деле. То есть, сейчас сложно сказать, но я не знаю, если это 20%, то может быть, это хорошо. В том же интервью 21-го года ты говоришь, что композиторам нигде не легко. Когда человек делает такой выбор, то он должен понимать, что жизнь его не будет легка и безоблачна. Выбирать профессию композитора нужно только в том случае, когда по-другому не можешь. Знать, что ты будешь мучаться от неопределённости. А как ты сейчас оцениваешь уровень определённости в своей жизни? Определённость, она, я думаю, остаётся с композиторами навсегда. Единственное, что здесь всё относительно, да, тут уже процент этой неопределённости. Если раньше было совсем всё неопределённо, потом, может быть, немножко более определённо, ну, скажем, на ближайший год или там максимум на два года. То есть, больше, чем два года я, наверное, ещё не заходила по определённости. Но, опять-таки, у каждого по-разному получается. Мне кажется, тут нужно выбирать, что всё-таки по душе. Либо ты хочешь стабильности, ты без этого не можешь, а ведь многие люди не могут психологически выдерживать нестабильность, поэтому им легче иметь какую-то стабильную работу. Либо ты привыкаешь к этой нестабильности, но зато ты не сидишь в бюро 8 часов каждый день в одинаковом и делаешь что-то, что тебе, в принципе, не нравится. Я, например, себе этого представить не могу. То есть, мне кажется, что это не жизнь, а каторга. То есть, зачем тогда жить вообще? Ну, это моё просто личное видение. Мне кажется, что для меня этому не будет работать совсем никак. Ну, это уже, знаешь, такое относительное стабильность в нестабильности, назовём это так. Да, как я и сказала, да. Слушай, я понимаю, что нелегко конечно композиторов вообще возникало когда-то желание уйти из профессии. Была такая мысль один раз, когда я не поступила в первый раз в Киевскую консерваторию, и я тогда подумала, что, ну, может, это не судьба, может быть, это не моё, может быть, мне стоит попробовать что-то другое, совсем другое, то есть уйти из музыки. И тогда мама меня очень сильно поддержала, она сказала, что из музыки ты всегда успеешь уйти, надо попробовать ещё раз. И я попробовала и не жалею в принципе, потому что на данный момент эта профессия настолько стала частью моей жизни, что я не могу разделить вот где мой отдых, где моя работа, то есть это просто стиль жизни такой, я себя так идентифицирую в принципе. Как твоё призвание, ну да, это действительно призвание, если ты без этого не можешь, влияет на твою жизнь? Какие на тебя накладывают обязательства, распорядок твоего дня, жизни? Ну, конечно, накладывает, наверное. Как-то я общалась с одним психологом, и он сказал, что для психики это очень вредно не разделять работу и отдых, скажем так. Я тогда очень задумывалась над его словами, вначале подумала, что да, наверное, он безусловно прав, а потом подумала ещё и поняла, что может быть просто он тоже не до конца понимает специфику нашей конкретной деятельности творческой. Потому что, ну, например, когда тебе приходит музыкальная идея в голову, ты не можешь себе сказать, извините, у меня сейчас отдых. То есть, это происходит помимо твоей воли. А раз оно пришло, надо садиться записывать. Или же, допустим, у нас бывают репетиции по вечерам, потому что музыканты работают на 10 других работах днём. Ты же не можешь сказать, что после 8 я уже не репетирую или не отвечаю на звонки, когда нам нужно разобрать там кложнидовую партию срочно с кем-то. То есть, это очень плохо работает для меня лично. Может быть, есть такие любые композиторы, которым удается следовать такому графику. Мне пока что плохо это удается. Ты относишься к идее о том, что ограничение в средствах, ограничение композитора в средствах и возможностях активизирует его способность генерированию принципиально чего-то нового. Вот я недавно прочла такое выражение Стравинского. Композитор должен быть ограничен, тогда у него лучше работает воображение, и тогда он способен больше и лучше генерировать оригинальные идеи. Ограничение действительно стимулирует воображение композиторское? Да, я думаю, что в этом что-то есть, потому что он на себе и на других коллегах испытывала такой феномен, когда ты находишься в очень классных условиях, такая мысль мелькает, ну где-то там далеко, а зачем вообще что-то еще делать? Жизнь прекрасна, у меня шикарный вид из окна, действительно очень хорошие условия, возможно, не всегда стимулируют творчество, но я опять-таки не буду говорить про всех. Извини, ты говоришь сейчас об условиях жизни, я имею в виду, когда композитор ограничен в средствах чисто профессиональных, ну вот, например, тебе сказали написать для Вильнюса, но определенное количество инструменталистов, я помню, вы когда-то тоже делали проект, назывался он 6 плюс 1, когда есть, ну прям, не такие там прокрустого ложа, что очень жесткие правила, но есть какое-то ограничение, что ты должен из этой системы возможностей выбрать какой-то приемлемый для себя вариант. Я думаю, что да, конечно, в этом что-то есть, потому что изобретательность наша проявляется тогда, когда нужно что-то придумывать, когда все есть, зачем придумывать, когда чего-то не хватает, когда есть какие-то ограничения, приходится проявлять эту самую изобретательность. Замечальный пример тех же соната интерлюдий Кейджа, ведь они тоже родились из ограничений, ему нужно было написать музыку для танцевальной труппы, и у них были ограничения в инструментарии, он хотел использовать перкуссию, перкуссия занимает место, и он решил сделать репарированный клавир, да, то есть взял один инструмент и сделал из него кучу, очень изобретательно, но опять-таки, наверное, кто-то может и другие примеры привести, когда многообразие, оно тоже предлагает много, больше возможностей, ну, со своего опыта я могу сказать, что, например, когда я работала над пьесой «Уринфлюкт», у меня было очень много материала, я сама его на записывала, его было так много, что я страдала от того, что мне нужно провести процесс фильтрации этого материала, и что мне все равно придется осознанно от чего-то отказаться, мне прям так было плохо от этого, даже как-то так болезненно, но тем не менее, если бы у меня не было этого разнообразия, не из чего было бы и выбрать, да, я думаю, что нельзя говорить о том, что всегда художник должен быть только ограничен, наверное, для художника лучше всего смена обстоятельств, смена контекста, потому что это всегда стимулирует творческие идеи. Это вообще значит название, потому что я пыталась перевести Улинфлюх, что это такое, что-то связано с совой? Да, верно, связано с совой, но это не немецкий, это отдельный язык, который называется Платтоич, он распространен на севере, Германии, ближе границ с Нидерландами и немножко в Нидерландах. Вот это слово, оно из этого языка и оно означает сумерки, но если его перевести буквально, то это время полета сов. Это очень поэтичное такое название, которое мне сразу понравилось и я решила его взять. Само слово, кстати, очень такое поэтичное, Улинфлюхт. Да, мне тоже очень понравилось, как оно звучит фонетически. Какое сочинение, ну или может быть, не знаю, победу в конкурсе считаешь своим первым большим успехом? Первым большим успехом? Но насколько большим? Да, это тоже все относительно, потому что есть такие частные успехи, в котором ты что-то, может быть, добился чего-то такого значимого, как композитор, как художник. Ты можешь выбрать разные измерения, то есть успех и материальный эквивалент этого успеха, или успех это, как ты говоришь, добился чего-то важного как художник. То есть нам интересно послушать и об этом, и об этом. Наверное, можно отметить такие события, когда когда я слушаю свою музыку, перехожу уже в фазу композитора-слушателя, и когда я понимаю, что это работает, что происходит такая магия, что ли, когда я впервые, наверное, услышала свою музыку в очень хорошем исполнении, в очень хорошей акустике, и вот эта магия, которую я, наверное, интуитивно где-то представляла в голове, она начала срабатывать в реальности. Такое, наверное, впервые у меня произошло как раз-таки на этом конкурсе Гаудамус. Он, кстати, давно переехал в Утрехт, и это происходило в церкви, исполнялась моя пьеса «Вемут». Она, кстати, была написана ещё во время того, как я училась в Мюнхене. С этой пьесой у меня лично целое приключение, потому что я послушала, да и послушала, а потом стала смотреть ноты. И смотрю, там портрет Шумана, думаю, ну чего портрет Шумана, ну может быть как просто как символа немецкой музыки. Потом думаю, ну что, мало символов немецкой музыки. Ноты, и смотрю, что партия сопрано, она ну как-то выбивается. Думаю, может какая-то связь с Шуманом. Оказывается, это подлинная цитата. Аня, ну честно говоря, на слух она вообще не улавливается. Ну опять-таки нужно сказать, что опыт прослушивания музыки в записи и вживую это ну совсем кардинальные два опыта. и надо сказать, что не каждая музыка вообще работает в записи. Может быть, ты бы по-другому совсем восприняла это, находясь в концерте. Может быть, ты бы услышала и мелодию лучше. Не знаю. Скорее всего, я думаю, что так. Но эта пьеса для меня ценна тем, что она для меня сама открыла неизведанный мною потенциал в том плане, что я никогда не писала пьес с участием каких-то мелодий. Мелодий в классическом стиле, в классическом понимании этого слова, а тем более еще цитаты Шумана. Но эта пьеса была написана по инициативе Морица Эггерта. У него была такая идея сделать концерт класса. Каждый из нас, каждый студент из его класса должен был выбрать себе песню Шумана из определенного цикла. А все должны быть песни из вот этого сборника 12 песен на стихотворение Эхендорфа. Это же из этого, да, сборника? Да, да, да. Конкретный сборник. Я не знаю, почему. Хороший вопрос. Это была его идея. Надо спросить, кстати, почему он выбрал. Может быть, просто нравилось ему лично. Он, кстати, большой поклонник Шумана. А я Шумана полюбила после работы с этой пьесой, потому что раньше у меня не было никаких чувств, скажем так, его музыки. Так вот, была задача выбрать пьесу, выбрать песню из этого цикла, написать две миниатюры. Одна миниатюра должна была содержать оригинальную мелодию, другая миниатюра должна была содержать оригинальный текст из этой песни. Я, когда услышала об этой мелодии, я была очень злая. Мне это все настолько не понравилось. То есть, во-первых, использовать текст, то, что я вообще не люблю. Во-вторых, использовать еще и цитату, Шумана, мелодию. То есть, я просто возненавидела эту идею, я очень злилась. Но, вот, меня поставили в эти ограничивающие условия. Потом я решила мыслить позитивно, подумала, ну, хорошо, вот у меня есть такая задача, что я могу с этим сделать? Но, немножечко я отошла от условий. Я вместо двух миниатюр написала одну все-таки пьесу. Совместим две задачи, потому что у тебя и мелодия, и текст. Там прослеживается очень четкая форма АБ-АБ с кодой. Собственно, это две эти миниатюры, которые все-таки переплетены в одну пьесу. К слову сказать, писать миниатюру, ну, это вообще очень сложно для меня, сложная задача, поэтому, наверное, я все это сделала в форме более длинного произведения. и в А у меня сохраняется мелодия, в Б у меня есть только текст. И когда это получилось, я очень сильно удивилась сама. То есть, как из идеи, которую я возненавидела в начале, получилась пьеса, которая в итоге мне понравилась, которая очень сильно отличается от всего того, что я делала на тот момент, да и сейчас, наверное. И я понимаю, что, ну, никогда в жизни я не написала произведение такого плана, если бы не те извне, которые было предложено. Для меня это было открытие. Так вот, эта пьеса исполнялась вначале на концерте класса, это было исполнение не самое лучшее, там и акустика была не очень хорошая, но все равно было неплохо. А вот когда мы эту пьесу поместили в церковь, большую, огромную, мы поставили музыкантов на на разной дистанции от слушателей. Это были чудесные вокалисты, они были просто великолепны, хотя пришлось работать долго, они вначале очень сложно было все-таки вникнуть в этот материал, потому что высокий регистр звучал очень грубо, а должен был звучать очень легко, как птичий щебет. Им понадобилось какое-то время на то, чтобы найти все-таки способ исполнения, но они это сделали с блеском и это сработало. Ты сейчас пишешь больше музыку по заказу или сначала пишешь музыку, а потом ищешь исполнителей? Нет, сейчас больше первое. В твоем творчестве электронная музыка, это такой эпизод, полистилистика, в основном ты работаешь с человеческим голосом и нетрадиционными способами звукоизвлечения. Но ты сама не называешь свое творчество сонорикой и говоришь, что у тебя тоже нет инсталлятивных работ, то есть это одна из форм проявления саунд-арта. К какой категории отнести твои сочинения и почему нельзя их называть сонорикой? Это очень хороший вопрос, потому что у нас вообще проблема с терминологией очень большая. А в чем термин сонорико не отвечает тому, что ты делаешь? Сонорико это она ведь не отражает конкретное явление, сонорико отражает метод сочинительства, то, как ты работаешь со звуком. Вместо точной высоты звука приходит дифференцируемое или недифференцируемое звуковое пятно. Честно говоря, я не встречала, чтобы в профессиональной литературе термин сонорико очень активно использовался. То есть и сонорико, ну, в моем понимании, вот ты правильно сказала, звуковое пятно, мне бы не хотелось ставить какое-то клише, потому что у меня музыка разная довольно. Я работаю как с определенной звуковысотностью, так и с неопределенной звуковысотностью, а то, что она нетемперированная, это же не значит, что там нет определенной высоты, да. Ну, не знаю, с этим термином нужно еще разбираться, и кроме того, в термине сонорико отсутствуют составляющие композиции. Форму имеешь в виду? Да. То есть, опять-таки, если у нас выкристаллизуется какое-то конкретное понятие под сонорикой, может быть, я не спорю, но я просто лично не встречала использование этого термина как общепринятое, скажем так. То есть, если я сейчас пойду и кому-то скажу, даже среди профессиональных музыкантов, что я занимаюсь сонорикой, не все меня поймут, не все поймут, а что я имею в виду. Если я скажу, я занимаюсь современной музыкой, они уже больше, может быть, поймут. У нас нет общепринятой системы, как мы вообще называем то, чем мы занимаемся. Потому что в некоторых странах это по-разному, в англоязычных это contemporary music, что не отвечает собственно тому, что мы делаем. Что такое contemporary music? То есть, музыка просто, которая сейчас производится. Это же может быть по идее все, что угодно, все, что сейчас происходит. В Германии есть аналог царгнёсиши музык или новая музыка, то есть, новая музыка. Если, допустим, сказать людям без всякого музыкального опыта, что я композитор, то у них будет ассоциация с поп-музыкой, естественно. Здесь нужно разрабатывать новую терминологию. Мне нравится в принципе звуковое искусство, но здесь есть проблема, что термин sound art тоже уже используется и под ним имеются в виду конкретные вещи. Что я тебе сказала? Это пейзаж, это архитектура и это инсталляция. То есть, все то, чем ты занимаешься, оно тоже не подходит под это. Вот в том-то и дело, что термин sound art, он заточен под даже больше визуальных художников, которые каким-то образом работают уже со звуковой составляющей. Либо под тех художников, которые создают какие-то звучащие объекты, то есть, они не так заинтересованы в композиции, как таковой, собственно, в самом звуке. То есть, вот они создали какой-то объект, он создает, воспроизводит звук. Я думаю, что этим нужно заняться. Тоже можно было бы подумать в направлении аудиальное искусство по аналогии с визуальным. Понятие аудиальное искусство или искусство вот звуковое, оно не противоречит понятию музыка. То есть, музыка это звуковое искусство. Да, ты абсолютно права, почему мы должны стесняться слова музыка, оно же у нас уже есть, но нужно сделать акцент на то, что это искусство, потому что у нас слово музыка в основном в большей части людей ассоциируется с поп-музыкой, с поп-индустрией, с шоу-бизнесом. Нам нужно каким-то образом объяснять, что вот у нас есть, допустим, визуальное искусство, а есть звуковое искусство. И как, какими словами, ну, это, наверное, дело к музыковедам всё-таки. Да, я понимаю, что для обывателя слово музыка ассоциируется с поп-музыкой, а для человека, который занимается академическим искусством, музыка ассоциируется с той музыкой, в которой есть мелодия, в привычном понимании этого слова, которую можно там напеть, запомнить, узнать. Ну, с терминами понятно. А скажи мне, пожалуйста, вот в том понимании музыка, как музыка, с мелодией, она на сегодняшний день в современном мире устарела? музыка, она настолько разная, и это прекрасно, мне это очень нравится, что там можно найти всё, что угодно. Сейчас у нас такая эра проектности, скажем так, то есть мы не можем сказать, что есть какой-то стиль, а есть проектность. Каждый композитор — это отдельный стиль, и причём стиль в рамках одной пьесы. Ну, я сейчас образно говорю, конечно, есть опять-таки разные примеры, есть много композиторов, которые, для которых важно оставаться в рамках одного стиля, ну, возьмём того же Бернханда Ланга и многие другие, которые следуют определённому стилю и из него не выходят. Такое тоже бывает. Ну, в принципе, в большинстве случаев композиторы делают очень разные работы в рамках своего творчества, а также они очень разные между собой. Поэтому сейчас говорить, что что-то устарело, ну, это будет некорректно, потому что сейчас может происходить вообще всё, что угодно в любых комбинациях. Ань, не могу не спросить, скажи, пожалуйста, вот, оказывает ли на твою карьеру актуальная сегодня фемповестка, ну, одно из положений, которое помочь женщине в её пути к самореализации? Ну, я думаю, что безусловно влияет, потому что сейчас для женщин-композиторов довольно много возможностей, если мы сравниваем для, сравниваем мужчин-композиторов, потому что мы никогда не найдём конкурс для мужчин-композиторов, да. А для женщин-композиторов есть, да? Очень много, очень много. Существуют и конкурсы для женщин-композиторов, и везде существует гласное или негласное правило о том, что, допустим, призовые места должны получать обязательно хотя бы там, одна или две, ну, по-разному бывает. я сама даже была свидетель такого процесса, когда я была в жюри, мы каждый, каждый член жюри проставлял баллы, потом их суммировали, и потом смотрели, что у нас получается, и ужас, у нас вышло три мальчика, вот так, по объективным причинам, и глава жюри, он сказал, ну, извините, так не получится, нам сейчас нужно выбирать тоже девочку. мне было не очень приятно в тот момент, потому что я понимаю, что по объективным причинам, по объективным да, вот этим баллам, да, которые мы проставили, так получилось, что вышли три мальчика, то есть, это значит, что нам их музыка как-то по разным причинам больше понравилась, чем чья-то еще, но нам пришлось провести дополнительный выбор уже среди женщин-композиторов, которые участвовали в этом конкурсе. И это было очень странное ощущение для меня на тот момент, потому что мне бы хотелось все-таки выбирать музыку, а не гендер, но я прекрасно понимаю, почему так случилось. Это вполне закономерная реакция, эмоциональная в том числе, на все то, что происходило в истории до этого. То есть у нас настолько долго женщина не имела прав, она не имела возможности развиваться, что сейчас как бы пружинка натянулась и полетела в другую сторону. Сейчас может быть где-то идет перебор, потому что мы пытаемся исправить эту историческую несправедливость. И это с одной стороны прекрасно, с другой стороны иногда случаются вот такие странные перекосы, когда гендер становится важнее собственно самого искусства. Для меня искусство оно не имеет ни пола, ни национальности, и для меня абсолютно не важно, кто это написал. Но тем не менее надеюсь, что мы найдем какую-то золотую середину и не будем дискриминировать мужчин, потому что здесь происходит такой парадокс некий. Мы за равноправие женщинам мужчин, но когда мы даем женщине больше возможностей, это какая-то обратная дискриминация получается. Я полностью разделяю твое мнение. Получается, то есть говоря, что мы боремся за равные возможности, мы тем самым вот-вот уже на пороге слома этой парадигмы только в другую сторону. Допустим, я могу сказать только за себя. Мне лично мне было бы приятно, если бы мою музыку отобрали куда-то и пригласили не потому что я женщина, а потому что нравится моя музыка. Ясно. Ань, еще, конечно, раз повторю, что путь творца вообще нелегкий, но что для тебя в твоей работе, в твоей жизни является наибольшей ценностью? Когда ты понимаешь, да, ради этого стоит все это терпеть, все эти решения неопределенность, не знаю, это аплодисменты зрительстве, это возможность много ездить, когда ты видишь напечатанное свое сочинение тиражом 100 тысяч экземпляров. Точно не это. Я думаю, что это такая сумма всего, но можно, наверное, выделить момент, когда ты впервые слышишь свое новое сочинение, которое сейчас играется, на первой репетиции, например, и ты понимаешь, что это совпадает с тем, что ты слышал в голове, это такое незабываемое впечатление, очень сильное удовольствие. И, конечно же, когда проходит удачный концерт, то есть, повторюсь, живое исполнение, оно все-таки обладает особыми свойствами, если мы сравниваем с записью. И когда музыканты отдаются своей работе и они вместе собираются и происходит что-то на твоих глазах, на твоих ушах, ты это слышишь, происходит какой-то обмен такой энергетический и ну это такая колоссальная работа большой, довольно большой группы людей. В итоге ты обмениваешься с очень многими людьми и опытом, и идеями, какой-то энергетика, если так можно выразиться немножко эзотерически. А ты со своим произведением реально встречаешься на генеральной репетиции, потому что набрать в Сибелиусе и потом прослушать для тебя невозможно. Чаще всего я все-таки собираю эту картинку в голове, как правило, и впервые я это слышу физически на первой репетиции. То есть в Сибелиусе я это не могу прослушать, как ты правильно заметила, потому что скорее всего это совсем никак не будет звучать, потому что это просто набор символов, которые даже и не звучат собственно. А ты стараешься на репетициях присутствовать всегда, да? То есть перед премьерой своих сочинений как часто ты не присутствуешь или всегда? Ну, как правило, конечно, мне очень хочется присутствовать на репетициях, особенно премьер, когда совсем еще ни разу не работал над этой пьесой, нет записей, но это уже зависит от условий, что вот сейчас недавно у меня прошло две премьеры, вчера одна в Лондоне, другая в Лейпциге, но так получилось, что я не смогла поехать ни туда и ни туда, долго планировала, но так случилось, что не вышло, но мы работали с тем и с другим ансамблем немного онлайн, все это, конечно, не заменяет полноценной репетиции, когда ты присутствуешь, можешь тут же живо гибко реагировать на что-то, но тем не менее это лучше, чем ничего, поэтому я стараюсь присутствовать на премьерах, стараюсь также присутствовать и не на премьерах, если позволяет условия и бюджет с обоих сторон, но бывают такие случаи, что это невозможно. Спасибо тебе огромное, что вообще ты согласилась встретиться со мной, я очень жалею, что мы с тобой встретились не в реальной жизни, ну что жалею, я в принципе не жалею, что мы с тобой встретились, я очень рада, я надеюсь, что мы с тобой скоро встретимся вживую, ты когда, кстати, планируешь приехать в Англию? Не знаю, у меня пока нет планов на приезд в Англии, но может быть ты приедешь куда-то в другие страны. trust is, ты приедешь Продолжение следует...